Всем привет! Это видео будет про покупку машины. Немного предыстории. Изначально мы собирались покупать новую машину, соответственно, кредит, чтобы по ней, по этому кредиту, строить свою кредитную историю с кредитной рейтингом. Нам нужен был для этого, конечно, social security номер, который мы получили только спустя 2,5 месяца, как мы приехали в Штаты, буквально на днях. Все это время мы ездили на машине, которую нам дали наши замечательные друзья. Но вот теперь пришло время выбирать что-то свое. Сейчас мы едем в дилеру Toyota посмотреть на модели, посмотреть, исходить из того, что хочется, потом выбрать, что получится. Может, я был в сервисе? Может, это не важно. Может быть, что-то более симпатичное. Тойота РАВ4 Адвенча С такой оранжевой отделкой, полный привод, кожаное сидение. Но сейчас еще надо будет спросить что-то по цене. И, возможно, посмотрим что-то еще попроще. Посмотрели мы сейчас Адвенча. И она стоит 36 тысяч. И попросили показать нам что-нибудь подешевле. Не на полном приводе. Главное, что поликожаное сидение. Адаптивный круиз. Электроника в плане контроля полосы. Вот. И сейчас дядя пойдет клещет нам белый XLE Premium. Посмотрим на нее. Адвенча еще будет отличие. Морда у них отличается. Ну и, наверное, там по сиденьям будет немножко попроще отделка. А сейчас посмотрим, сравним, как она по ощущениям относительно Адвенча. Полезно. Адвенча, да? Да. Второе место. Адвенча, да? Да. А второе будет бео. Бео, да? Да. Адвенча. 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 Ну что, проедемся немножко? Да. Ярослав, я тебя, нет, точнее нас поздравляю с первой покупкой машины в Штатах. Ну всё, мы влезли в кредиты ко мне, как американцы. Да, наша первая машина в Штатах, Toyota RAV4, первый кредит. Итак, мы покатались, попробовали на Toyota RAV4 Adventure, на Toyota RAV4 XLE. После этого мы поразмыслили над приоритетами, над того, чего мы ждём от машины, чего мы хотим потом. И решили остановиться на Toyota RAV4, но в минимальной комплектации. И так, собственно, и встречайте. Toyota RAV4, комплектация LE. Значит, что в ней есть? Мотор 2,4, восьмиступенчатый автомат, тканевый салон, ручной кондиционер. Но при всём при этом, в плане безопасности, активный круиз-контроль с удержанием расстояния от передней идущей машины, контроль полосы с подруливанием, подушки безопасности, ледовская оптика по кругу, 7-дюймовый экран, но при этом поддерживается функция CarPlay. При этом, даже если в неё нет штатной навигации, с телефона карта полностью отображается. Как мы её покупали? На сайте дилера я выбрал самые дешёвые комплектации. Цена была 25,5 тысяч. Ну, понятно было, что это без налогов, без дополнительных сборов дилера. Ну, я определился с двумя моделями серого света. Они, в общем-то, были в одинаковую цену. И с нашим другом Сашей. Привет, Саша! Мы поехали к дилеру выбирать и торговаться. Забыл. Перед этим я подал заявку в Credit Union, где мне сделали предварительное одобрение кредита размером в 18 тысяч приблизительно, с условием того, что я плачу down payment, то есть своими деньгами за машину, 10 тысяч. Мне одобрили кредитную ставку 6,79%. Собственно, с этим приодобрением и с намерением, как определённую машину взять, мы поехали к дилеру. У дилера, уже знакомый нам Джереми по предыдущим повесткам, пригнал машину, мы на неё посмотрели и начали обсуждать цену. Он быстренько принёс бумажки, где чётко-быстро написал, что вот здесь такая-то цена, такие-то допы, такие-то сборы, такой-то налог, и у нас получается 29,800. Что немножко выходило за наше представление, сколько должны накинуть сверху у дилера, и мы начали выяснять, почему цена не особо похожа на цену на сайте. Выяснилось, что там у них установлены какие-то допы, вроде бы как тонировка стёкол и замки на колёса, что стоит 680 долларов. Это всё равно не сходилось на какую-то цену. Мы ему на это указали. Он сказал, хорошо, и куда-то убежал. Прибежав, сказал, что да, хорошо, здесь мы скинули ещё, здесь мы скинули сюда. У него получилось 28,000 с чем-то там тысяч, что опять не особо сходилось. Убежав на следующий раз, он принёс цену 27,300 с копейками, что в принципе уже было больше и более похоже на правду, и на что мы согласились. После этого мы рассказали, что смотри, у нас есть предложение с таким-то предподобренным кредитом. Если Toyota может предложить выгоднее условие, то тогда мы будем кредитоваться у нас. Он опять убежал куда-то. В это время меня там пытались обрабатывать на предмет дополнительных аксессуаров к машине. Резиновые кобрики, ступеньки и багажник на крышу. От всего я этого отказался. Пока мне про это рассказывали, Джереми пришёл и сказал, что они согласны идти на условия кредит юниона, они его знают, они с ним будут взаимодействовать, поэтому будем оформляться дальше. Мне нужно было оформить страховку. Страховка здесь не дешёвая, особенно для тех, таких как мы, без истории, без истории страховок, без ничего. Предварительно на сайтах, посмотрев, прикину, у меня получалось что-то около 300 в месяц. Тогда, в тот день в салоне я позвонил в Progressive. После минут сорока, сорока пяти разговора, мы оформили страховку с суммой месячного платежа 177 долларов. Передал эту страховку ребятам в салоне, и минут еще через 15 они нас позвали к финансовому менеджеру, финансовому специалисту оформлять бумаги. Мы пришли в кабинет к финансовому менеджеру, начали подписывать бумаги. Собственно, он с тобой начал, вывелся на столе. У него такой прикольный экран настольный, на котором все подписывалось. Ну и там началось, включаясь в ордер, заявление на регистрацию, разные прочие другие бумаги. Ну все говорит. Вот, собственно, сейчас сюда вам на флешку я запишу и отправлю в Credit Union. Давайте, мол, давайте вашу часть, ваш down payment. Но ведь Credit Union пока только предварительное одобрение сделал, и это его бумажка, просто только бумажка. И я бы хотел сначала подписать все бумаги с ними, чтобы уже понимать, какие у меня будут платежи, на какой срок, что меня это устроит, и потом уже только забирать машину. А так они мне были уже готовы отдать машину, и все этим же вечером. Брэндон, так звали этого финансового менеджера, смутился, пошел к своему начальнику обсуждать. Вернулся, говорит, ну мы не можем просто так держать машину. Ну что мы с Сашей ему предложили, ну хорошо, давайте вам какие-то денежки оставим, и потом, когда все порешаем с Credit Union, мы туда приедем, доплатим и уже заберу машину. Ну а он предложил, как бы тогда, часть половины down payment до 5000 оставить. Собственно, так и сделали. На следующий день я начал звонить в Credit Union, выяснять, что же дальше. Документы от дилера они получили, попросили меня счетом пару документов, я уже даже не помню каких, и сказали, что нужно открыть счет в Credit Union, чтобы дальше можно было продолжить с документами на кредит. Счетом занимаются другие люди, даже на сайте это можно было сделать, и когда я начал заполнять эту заявку на счет, я уперся в то, что мне нужны водительские права техасские. права я до этого получил, как вы видели в предыдущем видео, но у меня пока еще была только бумажная, скажем так, копия. Пластик приходит позже, как я рассказывал. И, наверное, если копам для проверки моих прав на управление автомобилем этого достаточно, то как идентификатора этого недостаточно. И после нескольких звонков мне сказали, ну окей, вы получите сначала ваши пластиковые права, а потом приходите. Я попробовал связаться еще с одним Credit Union. Сначала мне там тоже говорили, все окей, окей, но потом сказали, да, без пластиковых прав мы ничем вам помочь не можем. Я позвонил в Toyota Брэндону и сказал, что как я и ожидал, так и так, без пластиковых прав ничего не могут сделать. Брэндон ответил, окей, мы посмотрим, что мы можем вам предложить. Это был вечер пятницы. До вечера пятницы он мне ничего не ответил. Всю субботу он тоже был очень занят. И только в субботу поздно вечером он мне позвонил и сказал, что они мне могут предложить 16,5%, на что я сказал, такая ставка меня не устраивает. Он ответил, окей, тогда в понедельник я еще поговорю с своим директором, может быть, мы куда-то сможем подвинуться. Здесь понедельник, где-то, наверное, в начале дня, часов около десяти. Брэндон мне перезвонил, сказал, что они мне могут предложить 12,5% ставку на 72 месяца. На что я, в принципе, уже был готов согласиться. Почему? Чтобы через те две-три недели, когда мне придут пластиковые права, не получилось так, что мне уже хардпулами снизили кредитный рейтинг, и когда начнем заново все оформлять через кредит юнион, одобрения уже не будет. Либо возникнут еще какие-то проблемы, поэтому я решил приехать в офис к Брэндону, и там обсудить и посмотреть ставки, платежи, сроки и все прочее. В офисе у дилера мы прикинули платежи, я решил добавить с домпэймент до 12 тысяч, и по той ставке, которую они предложили, платежи получились 305 долларов. На том и сошлись. Подписали бумаги, достаточно быстро все происходило в этот день, мне отдали машину, ну и все, сделка на этом закончилась.